Коллеги, добрый день! Итак, у нас Краснодарский край, и сегодня мы находимся в полях Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур имени Пустовойта. Коллеги, мы понимаем, что для получения урожая высокого качества, а также параллельную защиту от листостебельных болезней, неотъемлемой технологией в защите рапса является внесение рост регуляторов. И сегодня с вами, находясь в поле, мы разберем фазу, это ключевой элемент, когда нужно носить рост регулятора. И в этом нам сегодня поможет эксперт Людмила Анатольевна Горлова, кандидат биологических наук, заведующая отделом селекции рапса и горчицы. Рост регуляторы являются неотъемлемой частью и очень рапса. Применение роста регуляторов стимулирует рост корневой системы, провоцирует развитие боковых дополнительных ветвей. Боковые ветви первого порядка для рапса и рапса являются основными элементами структуры урожая. Чем больше ветвей, тем выше урожай. После применения роста регуляторов пекальная меристема затормаживается в росте, провоцируется рост боковых ветвей. Растения более низкорослые, соответственно, цветение более гомогенизированное. Стручки формируются равномерно, созревают равномерно. Урожай мы убираем без потерь, вовремя сжатые сроки. Мы получаем более высокую прибыль, рентабельность производства увеличивается. Но очень сложно определить, в какую же фазу для ярового рапса нам нужно работать. Производители роста регуляторов, в том числе и фирма БАС, она рекомендует работать в фазу начала вытягивания стебля. По международной классификации это 30-я фаза, когда точка роста находится от корневой шейки на расстоянии примерно 4 сантиметра. Как раз в руках у меня растения, которые находятся в той фазе, в которой нужно обрабатывать. Это фаза 6 настоящих листьев и точка роста находится на уровне примерно 4-5 сантиметров.